Добрый день! Сегодня мы поговорим о страхе ослабления своей королевской крепости. Этот страх характерен для сильных опытных шахматистов, которые уже множество партий проиграли из-за того, что крепость их короля была недостаточно надежна. И, конечно, эти люди боятся использовать пешки из своей королевской крепости для атаки. Но стоит сказать, что в довольно большом количестве закрытых позиций использование пешек F, G, H для атаки вражеской позиции и допустимо, и хорошо. Есть несколько общих признаков для позиций, где можно использовать пешки из своей королевской крепости для атаки. Но сразу хочу подчеркнуть, если вы играете недостаточно уверенно, то есть в спокойных позициях допускаете зевки, или если позиция открытая, в ней две открытые линии, например, или три, или еще больше, не стоит ослаблять своего короля. То есть игра с ослабленным королем – это очень ответственная игра. Нужно уделять большое внимание сопернику, поэтому зевать ходы соперника не стоит. Мы возьмем позицию, которая могла возникнуть в партии между Михаилом Талем и Василием Смыслов. Смыслов играл белыми, Михаил Тал играл черными. В этой позиции мы наблюдаем следующие характеристики. Один слон в позиции разменен. Разменены чернопольные слоны, то есть у белых нет чернопольного слона, но черных тоже нет. Также что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что в позиции нет открытой линии, а если какая-то и возникнет, то черная ладья готова к борьбе за эту линию. То есть второй пункт данной таблички. Также мы наблюдаем пространственный перевес. Мы наблюдаем пространственный перевес у черных в центре. У белых нет пространственного перевеса ни на лес на фланге ни в центре, нигде. Ну и наконец, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что у черных фигур стоят гармонично. Чего не скажешь про, например, белого коня А4, белого коня на С2. Как-то они стоят не столь уверенно, как должны были. Поэтому Таль, увидев, что позиция не носит открытый характер, идет Ф5, атакует соперник. Он приготовил коварную идею. Смыслов, в итоге побил ЕФ и на ход конь Е5 пошел в острейший вариант, в котором был и красивый ход, и красивый ход. Ферзь Е2 со стороны Таля и не менее красивый ответ. Смыслов, который не стал цепляться за ферзя, чтобы после ладья Ж2, ладья А1 мучиться в Эншпиле или еще хуже попасть в какую-то матовую сетку, конь Ф5, конь Ж3. Смыслов здесь сразу, чтобы не мучиться... Так, извиняюсь, придется немного перейти. Смыслов сразу, чтобы не мучиться, отдал здесь Ферзя, получил чуть худший Эншпиль, который черные в итоге выиграли ходов через 50 мучений. Но в свете рассказов про страх ослабления короля нас интересует позиция, которая могла бы возникнуть после хода Ф3. Смыслову она была понятна, но поскольку не все мы чемпионы мира и даже не все из нас гроссмейстеры, включая меня. Поэтому на нашем простом кандидатско-мастерско-любительском уровне нам очень интересно узнать, как бы ходили черные, сделая белый ход Ф3. Черные, скорее всего, побили бы. В случае взятия ФЕ ничего страшного для черных нет. То есть тут замечательно как бы было бы сыграно конь Е5, ладья Ф8. У черных здесь стабильный перевес без всякого риска. То есть тут даже нельзя сказать, что черные ослабили короля. Поскольку единственная линия, по которой король слаб, это вот эта диагональ, но явно не белый слон, не белый ферзь сюда в ближайшие несколько ходов не попадут. А если попадут, то, соответственно, ничего страшного не будет. Вот. Соответственно, соответственно, скорее всего, белые побили бы ДЕ. И чем интересна эта позиция? Если пытаться там играть спокойно, двигать вот классические, ну, то есть по классическому совету играть тема сильнее, стараться двигать пешку Д, двигать пешку С. У черных определенные проблемы есть. То есть такой простой примитивный план не работает. Там конь Е7, конь Е5. Белые, во-первых, сами могут надвинуть свои пешки в центре. Во-вторых, не очень удачно двигаются пешки Д и С. То есть белые фигуры к этому движению готовы. И даже негармоничный конь на А4 отлично будет противодействовать такому движению. Чтобы получить перевес, черным нужно продолжить ослаблять своего короля и устроить нечто вроде атаки пешечного меньшинства. Правда, на том фланге, где стоит их король. Ход Ж5. Ход Ж5. Опять же, почему так смело черные играют? Напоминаем, что у белых нет чемнопольного слона, чем как и у черных. И в самом худшем случае, если атака черных не удастся, они спрячут своего короля на А8 и их крепость короля не так критично пострадает. А вот позиционные угрозы у черных довольно серьезные. Они угрожают пешкой на Ж4 пойти. После чего придется белым ее есть. После чего теряется пешка Е4. При такой пешечной структуре вообще любой вид окончаний, любой вид Эншпеля будет, скажем так, неприятен. Очень неприятен для белых. Даже не неприятен, просто проигрывать. Поэтому белые защищаются Х3. Ладья Ф8. Соответственно, ладьи ставятся на полуоткрытые линии, на линию Ф, на линию Е. Конь Е5. Привязывая белые фигуры к защите пешки на Ф3. Х5. Идет продолжение атаки пешечного меньшинства. Очень важно, когда мы ослабляем так своего короля, после каждого хода белых проверять не только, на кого белые напали, но и не собираются ли белые ферзем или ладьей залезть к нам на пятую, на шестую или, не дай бог, на седьмую и восьмую горизонтали. Потому что если они собираются это делать, и если у них есть такая возможность, нам будет плохо. Поэтому такие возможности сопернику нужно предотвращать. То есть ферзя в лагерь себе не пускаем. Ферзь Е2, ферзь Е7. Конь Д3, слон А6. Обездвиживая коня. Ладья Е8. Все. Черные выставились максимально гармонично. Белые фигуры не могут вторгнуться в лагерь. Черные за этим внимательно следят. И каждый ход белых должны опять проверять, проверять, проверять на предмет вторжения. И, собственно, белые обречены здесь на пассивную защиту теперь. Если они начнут где-то активно дергаться, расположение ферзя и двух ладей черных скажется. То есть ЖФ, ЖФ, конь Д3, конь Д3, ладья Е4. Просто съедается пешка Е4. Ну и, собственно, позиция становится для белых безнадежной. Точный ход ладья Е5. Ну и, собственно, все проблемы с раскрытым королем решены тем, что здесь стоят тяжелые фигуры и его защищают. Поэтому дергаться белых нельзя. Они обездвижены, вынуждены топтаться на месте. Ну и, соответственно, черные улучшают свои фигуры, залезают в лагерь и переходят уже в финальную стадию своего улучшения. Собираются залезть ферзем на Ф4. Ну и плюс собираются атаковать перку Д3. Грозит слон Д3, ферзь Б3. Каждый ход соперника мы проверяем на предмет того, вторгится он к нам на пятую, шестую линию или нет. Боремся с этим. Ну, тут соперику нельзя бить ладья Ф4. Так, извиняюсь, у меня сорвалась мышка. Нельзя бить ладья Ф4 из-за хода слон Д3. И в случае взятия тут просто с лишней фигурой остаются черные. Соответственно, взяли, взяли, взяли. Ну и, собственно, да. Напоминаю, каждый ход соперника мы смотрим не только напала на нас фигура, не напала, а появилась ли у соперника возможность ферзем или ладьей залезть к нам на пятую, шестую линию или еще глубже. И вот часто ходы пешками в таких вот ослабленных нами позициях, ходы пешками со стороны соперника, они не для того, чтобы пешка пошла, а для того, чтобы пешка не мешала вторгаться в ладь. Соответственно, когда мы такое видим, мы этому должны препятствовать. И вот когда полей вторжения не остается, можно сказать, что партия закончена. Конечно, в любой позиции, особенно в ослабленной позиции короля требуется точный счет вариантов. Например, взяли, взяли, не бьем автоматически f4, а съедаем на e5. И получается довольно легко выигранный ферзевый эншпиль. Почему? Потому что ферзевое качание оценивается по принципу, чья пешка ближе к полю превращения. Конечно, тут предстоят еще несколько десятков шахов черному королю, но он от всех шахов скроется и куда-то вот пробежит в район клеточки c2, поможет своей перке превратиться. Таким образом, подведем итоги. Если вы в закрытой позиции, при этом вы довольно уверенно играете в шахматы, по крайней мере, не допускаете грубых зевков, вы можете рассмотреть участие пешек из вашей королевской крепости в атаке на вражескую позицию. Если же позиция открытая, но вы и вы при этом, или вы, или, или, извиняюсь, вы при этом много зеваете, лучше таким приемом не баловаться. И тогда, когда вы решили, что ваши пешки из королевской крепости будут участвовать в атаке, проверьте, пожалуйста, наличие этих пунктов в позиции. Самый важный на первом месте, хотя интуитивно не совсем понятно, почему так, но вот самый важный пункт – это мы смотрим, разменен ли слон на доске, хотя бы один. Потому что, играя в шахматы, мы всегда должны готовиться где-то к худшему, что наша атака может захлебнуться, и сможем ли мы тогда построить какую-то крепость. Если на доске у соперника нет хотя бы одного слона, у нас есть шанс построить крепость как раз по тем полям, по которым у соперника слона и нет. Ну и остальные пункты, конечно, стоит проверять и стоит соблюдать. Надеюсь, урок был полезен. Я с вами прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...